Вот здесь, вот потихонечку нужно будет поливать. Вот потихоньку. Вон, видите, у нас огурцы посажены. Первые цветы и овощи они начали выращивать еще по весне. Тогда весь двор социального центра реабилитации «Радиус» был усеян геранью. А чуть позже ребята с ограниченными возможностями здоровья собирали с грядок огурцы и помидоры. Заниматься овощевоздством и высаживать растения посетители центра продолжают и зимой. В новой теплице сооружение удалось построить на деньги фонда президентских грантов. Мы выиграли грант президентский. Это зимняя теплица. И вот в рамках этого проекта у нас расширяются возможности для нашей работы. База материальная улучшается. Мы можем еще много всяких мини-проектов делать внутри нашей организации. Круглогодичная теплица представляет собой проект «Труд на кончиках пальцев». Программа позволяет перейти на новый уровень трудовой реабилитации людям с ментальными особенностями в возрасте от 18 до 35 лет. Такая трудотерапия благотворно воздействует на психику. Ребятам очень нравится заниматься цветами. Они уже знают, что нужно собирать желтые листья у цветов, отбирать, чтобы они были в зелени. И стараемся сейчас ребят научить поливать, рыхлить, и чтобы они от этого получали радость и удовольствие. Молодые люди каждый день приходят в теплицу ухаживать за грядками. Делают это тщательно и скрупулезно. Страсть к порядку во всем – одно из главных качеств людей с ментальными нарушениями. Различать овощи, фрукты, цветы молодежь обучают на уроке развития речи. Там же рассказывают, как правильно сеять семена. Полученные знания тут же закрепляют на практике в теплице. Трудотерапия в теплице помогает молодым людям укреплять здоровье, общаться с друг с другом и распределять обязанности. Но больше всего ребята с ограниченными возможностями здоровья ждут результаты своего труда. Центру радиус три года. Сюда на занятия два-три раза в неделю приходят порядка 60 парней и девушек с ОВЗ. Все эти ребята окончили школу, а некоторые даже выпустились из техникумов. Уроки проходят в группах по несколько человек. Группа формируется в зависимости от особенностей и возраста. Мы шьем, мы по дереву работаем, мы делаем поделки из картона. У нас рисование очень хорошо представлено, с удовольствием получается. У нас музыкальные занятия, спортивные занятия. Закончился проект у нас спортивный, вот недавно там скандинавская ходьба, боча. И у нас вот есть теперь оборудование, мы все это активно используем. Ребятам помладше больше всего по душе уроки на кухне. Я мама кофе режу. Ну и как? У тебя получается? Да. А что дальше с этой морковкой делать будешь? Жарить. Жарить? А что вы готовите в целом? Как блюдо называется? Будет коронный бабаджак, как измя с курицей. А ты любишь такое блюдо? Да. Больше всего любишь кушать? Я все люблю. 22-летний Владимир ходит в центр вместе с мамой уже два года. По натуре он парень творческий. Поэтому больше всего Вове нравится делать аппликации с бисерой бумаги. Но особое удовольствие он получает от рисования и росписи по стеклу. Мария Трифонова, мама юноши с аутическим расстройством, отмечает, занятия в центре помогли ее сыну стать взрослее и самостоятельнее. Здесь еще к тому же общение. Конечно, у меня он не разговаривает, но они общаются взглядами, поведением. Это тоже контакт. Потому что у меня особенность у ребенка в том, что он на контакт плохо раньше шел, а сейчас он уже радуется. Когда вот их видит всех, они общаются, встречаются. Он очень радуется. Ему очень нравится сюда ходить. Кроме того, людей с ментальной инвалидностью учат в самостоятельной жизни. Делать первые шаги во взрослую жизнь помогает специальная тренировочная квартира. Она же экспресс-гостиница 24 часа. Помещение для жизни без помощи родных – такой же проект, организованный на средства фонда президентских грантов. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.